Не думай Наступит время, сам поймешь, наверное Свистят они, как пули у виска Мгновенья, мгновенья, мгновенья У каждого мгновенья свой резон Твои колокола своя отметина Мгновенья раздают кому позор Кому бесславие, а кому бессмертие Из крохотных мгновеньев окон дождь Течет небес вода обыкновенная И ты порой почти полжи не ждешь Когда оно грядет в твоем гнаде Не думай на секунды высока Наступит время, сам поймешь, наверное Свистят они, как пули у виска Мгновенья, мгновенья, мгновенья Деринг возвращался с фронта Вчера он целый день провел на участке Где прорвались русские танки Вчера он целый день провел на участке То, что он увидел, потрясло и ошеломило его И он решил сразу поехать с докладом к Гитлеру На фронте нет никакой организации Абсолютно никакой организации, мой фюрер Полный развал О воинской дисциплине и говорить не приходится Я там видел даже пьяных офицеров Наступление большевиков деморализует армию Приводит ее в ужас Можно сказать, животный ужас И мне показалось У меня сложилось такое мнение, что... Я запрещаю вам, Геринг, слышите? Запрещаю выезжать на фронт И запрещаю распространять подобную панику Нет, это вовсе не паника Это правда, мой фюрер И мой долг сообщить вам эту правду Замолчите! Занимайтесь уж лучше своей люфтваффе, Деринг И несуйте нас туда, где нужно иметь ясную голову Это не для вас Мне это совершенно ясно На фронт больше ни ногой Я вам запрещаю Раз и навсегда Впервые в своей жизни Геринг возразил фюреру Он был раздавлен и унижен Он до сих пор чувствовал спиной, как вслед ему улыбались эти ничтожества Адютанты фюрера Шмунд и Буртгорф В Каренхале его уже ждали штабисты люфтваффе Он приказал собрать своих людей, выходя из бункера Доброе утро Приехал рейхсфюрер Он просит разговора тет-а-тет Ну что ж, проводите его в гостиную Прошу Прошу Фюрер Больше не может быть вождем нации Что же теперь будет? Вообще-то в бункере Войска СС Но в конечном счете не в этом дело У фюрера парализована воля Он не может принимать решений Мы обязаны обратиться к народу Гейн хотел сказать Да, Генрих, я согласен с вами Но ему мешала эта черная папка Он знал, что там может быть вмонтирован диктофон И что этот разговор через два часа будет передан фюреру И тогда конец Вы преемник Следовательно, вы президент Таким образом Я Рейс-канцлер Он может болтать что угодно, думал Геринг Отец провокаторов не может быть честным человеком Если бы он мог быть честным человеком Я бы согласился со всеми его предложениями Это невозможно Это невозможно Только один должен быть и президентом, и канцлером Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Кто это? Где? Там Где там? Там, за колонной в синем пальто Хоронили умершего позавчера профессора медицины Карла Плейшнера Который многие годы был соратником и помощником Штирлица в антифашистской борьбе Штирлиц очень хотелось подняться к гробу и поцеловать лупу умершего Но он не мог этого сделать Вглядываясь в стоящего около гроба Вернера Штирлиц только сейчас с особой остротой понял, как они похожи, эти два брата Младший брат Карла Плейшнера, Вернер Не знал и не имел права знать, что из концлагеря, куда он был брошен по доносу Его вытащил Штирлиц Это было восемь лет тому назад С тех пор он жил совсем один Потому что жена ушла от него на следующий день после ареста Субтитры сделал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ Это кто? Кальтен Брунер Что, он тоже почечник? Да, он очень долго лечился у Плейшнера Штирлиц почему-то вдруг сейчас вспомнил, как в 1942 году хоронили Гейдриха, преемником которого стал Кальтенбрунер. Похороны были торжественными. Приехал фюрер. Продолжение следует... Вот этот жест... Вот этот жест, в точности повторенный сейчас Кальтенбрунером, напомнил ему события 1942 года. «Все они хотят быть похожи на фюрера», — подумал Штирлиц. «Непременно на фюрера». «Непременно на фюрера», — думал Штирлиц. «Джерлиц» Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! На! 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 Гейдрихом начал собирать секретное досье на врагов и на друзей. На Лея, Геринга, Гессе. Он все чаще появлялся вместе с фюрером на партийных съездах в Нюрнберге. Но он еще не был в числе избранных. Он еще не был одним из вождей Рейха. Он был лишь охраняющим жизнь фюрера. И лишь когда Гиммлер инсценировал покушение на Гитлера во время проезда фюрера по Берлину, лишь когда он заслонил его своей грудью от холостой пули, лишь тогда Гиммлер стал по выражению Гитлера его кровным братом. Чей же ты дурашка? Чей же ты дурашка? Ну что, пожалуй, надо тебя покормить. Ну, пошли. Пошли. Заходи. Ладно, принесу тебе сюда. Информация к размышлению. Гиммлер добился своего главного взлета не на полях сражений и даже не организации лагерей смерти на оккупированной территории Советского Союза, Польши, Югославии, Венгрии. Эта его работа уже никого не удивляла. Великий организатор очистительного террора, так сказала Гиммлере фюрер. Своего главного взлета Гиммлер добился после покушения генералов на Гитлера. Тогда Гиммлер стал героем рейха, человеком, уничтожившим заговор. Гитлер наградил его, назвав самым мужественным арийцем. Он поручил ему выступить вместо себя на митинге. И Борман, Геринг и Геббельс вынуждены были приветствовать Гиммлера так, как приветствовали одного лишь фюрера. Штирлиц считал, что Гиммлер одна из наиболее сильных фигур в политическом раскладе рейха. Конечно, Гиммлер мог бы пойти на переговоры с Западом и мог бы удержать армию ИСС по виновению, и мог бы выстроить фронт против большевиков, опершись на сепаратный мир с Западом. Но, считал Штирлиц, союзники никогда не сядут за стол переговоров с Гиммлером, потому что для всего мира понятия Гиммлер и Палач слились воедино. Гиммлер, значит, для решения поставленной перед ним задачи он должен выйти на Гиммлера. Гиммлера 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 Субтитры делал DimaTorzok В Дигу Шпрее жили его радисты, Эрвин и Кэт. Приезжая сюда, Штирлиц нарушал законы конспирации, которым он вот уже два десятка лет подчинялся неукоснительно и скрупулезно. Но иначе сейчас он поступить не мог. Кэт была беременна. Сегодня здесь Штирлица не ждали. Они выходили на связь в понедельник, а сегодня была среда. Среда это был запасный день. И Эрвин понял, что предстоит работа. Добрый вечер. Добрый вечер. Славно выглядишь. Ты относишься к тому редкостному типу женщин, которых беременность делает неотразимыми. Беременность делает красивой любую женщину. А у тебя просто не было возможности это замечать. Да, не было возможности. Это ты правильно сказала. Тебе кофе с молоком? Откуда молоко? Черт, я забыл вам привезти молоко. Мне удалось немного обменять. Ей обязательно нужно хоть немного молока. Да, у нас теперь есть молоко. Даже две банки. И кофе морковный. Оказывается, это огромная хитрость. Пить пищи для беременных. Ты поиграешь нам что-нибудь? Хорошо. Хорошо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну что? Я получил задание Мне следует выяснить Кто из высших бонз Собирается выйти на сепаратные Переговоры с Западом Они имеют ввиду Гитлеровское руководство, Ниниш Как тебе задание? Веселые? Там, вероятно, думают, что если я не провалился за эти 20 лет Значит, я всесилен Неплохо бы мне стать заместителем Геммлера Или вообще пробиться в фюреры Хайль Штирлиц Я становлюсь брюзгой? Ты замечаешь? Чего тебе идет? Музыка Как ты думаешь рожать, малыш? Кажется, нового способа еще не изобрели Я позавчера говорил С одним акушером Я не хочу вас пугать, ребята Играй, малыш, играй Спасибо Я не хочу вас пугать, но Сам здорово испугался Этот старый доктор сказал мне Что во время родов Он может определить национальность любой женщины Я не понимаю Играй, малыш, играй И не пугайся Сначала выслушай, а потом мы будем думать, как вылезать из каши Понимаешь, женщины-то Кричат во время родов Я думала, что они поют песни Понимаешь, малыш, они ведь кричат на родном языке На диалекте той местности, где родились Значит, ты будешь кричать Мамочка По-рязански Что будем делать? А если вас отправить в Швецию Я, пожалуй, смогу это сделать И останешься без последней связи А здесь останусь я И ее одну не выпустят Только если вместе с тобой Ты как инвалид войны Нуждаешься в санаторном лечении Есть приглашение от немецких родственников В Стокгольме Одну тебя не выпустят Это ведь его дядя числится у нас Шведским нацистом, а не твой Нет Мы останемся здесь Мы останемся здесь Ничего Стану кричать по-немецки Ну что ж Можешь добавлять немного русской брани Только обязательно с берлинским акцентом Решение этого дела отнесем на завтра Подумаем Не спеша Без героических эмоций Поехали, Керавер В зависимости от того, что мне завтра ответят Мы примем решение 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Опираясь на его поддержку, я смогу выйти в дальнейшем на прямое наблюдение за теми, кто, по-вашему, нащупывает каналы возможных переговоров. Продолжение следует... 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 К чему поучиться? Я знаю Штирлица 8 лет. Я был с ним в Испании. Под Смоленском я его видел под бомбами. Он высечен из кремния и стали. Что это вас на эпитеты потянуло? С усталости, а? Оставьте эпитеты нашим партийным бонзам. Мы, сыщики, должны выражаться существительными и глаголами. Он встретился, она сказала, он передал. Вы что, не допускаете мыслей? Нет. Я не могу поверить в нечестность Штирлица. Я тоже. Вероятно, надо будет тактично убедить в этом Кальтенброннера. Зачем? А если он хочет, чтобы Штирлиц был нечестным? Зачем его разубеждать? В конце концов, Штирлиц ведь не из нашей конторы. Он из шестого управления, а не из гестапо. В повость Шелленберг попляшет. Шелленберг потребует доказательств. И вы знаете, что его в этом поддержит рейксфюрер. Вы так полагаете? Убежден. Почему? Я не могу доказать это. Я убежден, Группенфюрер. Ну хорошо, а что делать? Я лично считаю, что следует быть до конца честным перед самим собой. Это определит все последующие действия и поступки. Действия и поступки одно и то же. Пожалуйста, я даю вам полную возможность быть честным. Берите эти материалы и сделайте свое заключение до конца честное. А я вопрос на него, когда буду докладывать шефу о результатах инспекции. Почему именно я должен сделать это, Группенфюрер? Где же ваша честность, друг мой? А? Где она? Очень легко советовать другим, будь честным. А поодиночке каждый старается свою нечестность вывернуть честностью. Как бы это оправдать себя и свои действия? Разве я не прав? Я готов написать рапорт. Какой? Какой? Я напишу, что знаю Стерлица много лет и могу дать за него любые ручательства. Валяйте, пишите. Валяйте, пишите. КОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мужество истинного национал-социалист. Сколько времени вам понадобится на это? Чтобы все оформить и подтвердить документально, я просил бы вас дать мне неделю. Пять дней от силы. Хорошо. Да, и не забудьте особо красиво отметить Штирлица в работе с этим Попом. Кальтенбрунер считает, что сейчас через Попов кое-кто пытается установить связь с Западом, Ватикан и так далее. Хорошо. Ну, счастливо. Поезжайте поспать. Семь часов я вам дать не могу. На пять даете? На пять даю. Пейте сладко. Благодарю вас. Пейте сладко. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Впереди воронки, осторожней, штандартный фюрер Спасибо, я всегда осторожен Как это у Пушкина было? Айда Пушкин, Айда Сукин сын, Айда Штирлец Продолжение следует... Добрый вечер, господин Больдович Вот ваши сигареты... Спички... Штирлец часто заходил в этот подвальчик под названием элефант Он, наверное, уже сам не помнил, почему так случилось Это было десять лет назад Ему предстояла Испания Он не знал этого Но московское командование, зная об этом Устроило ему здесь, в этом кабачке Встречу с женой КОНЕЦ 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 Сигареты Спасибо. 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 Наши успехи неоспоримы. Здравствуйте, Габи. Итак, наши успехи неоспоримы, да? Как всегда. Это меня очень радует. А где фрагу Заври? У нее заболела приятельница. Она понесла ей еду. Хотите, сыграем в шахматы? Габи, как шахматный партнер вы меня не интересуете. Я это знаю. Всего вам доброго. У меня еще дело. Спасибо. Спасибо. Прошите, группенфюрер. Послушайте. Холтов. Я поручаю вам задание. Я поручаю вам задание чрезвычайной секретности и важности. Слушаю, группенфюрер. Этот будет рыть землю, подумал Мюллер. Ишь, как головой бодается, словно конь. Этому наши игры еще нравятся. Он еще пока в них купается. Этот нагородит черти чего. И хорошо. Будет чем торговаться с Шелленбергом. Вам надлежит изучить эти дела. Вот здесь работа штандартенфюрера Штирлица за последний год. Это дело относится к оружию возмездия, к атомному оружию, к физику Рунги. В общем, дело тухлое, но постарайтесь его покопать. Приходите ко мне, когда возникнут любые вопросы. Все. Да, вот еще что. Поднимите-ка несколько его ранних дел на фронте и посмотрите, не пересекались ли пути Штирлица с Айсманом. Где наружники? Гаупштубенфюрер Гепперт здесь. Давайте его сюда. Хайл Гитлер! Входите, Гепперт. Запомните этого человека, отныне вы будете водить его повсюду. Желательно даже из сортира в умывальню. Разрешите взять? Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Облаком, сизым облаком, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому. Берег мой, Берег мой, Берег мой, Берег ласковый, Ах, до тебя, родной, доплыть бы, доплыть бы хотя б когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко Идут гребные дожди Прямо у реки в маленьком саду Созрели вишни, наклоняясь до земли Где-то далеко в памяти моей Сейчас, как в детстве тепло Хоть память укрыта Такими большими снегами Ты, гроза, напои меня Но пьяна, да не до смерти Топя, как в последний раз Я все гляжу куда-то в небо Как будто ищу ответа Я прошу, хоть ненадолго Боль моя, ты покинь меня Облако, сизо облако Ты полети к родному дому Отсюда к родному дому Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok